МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие наши телезрители! В эфире стереотипы на СТС Курск. Пятый выпуск! Юбилейный! И поэтому в сегодняшнем выпуске вас ждет несколько приятных сюрпризов. Во-первых, мы сегодня находимся в другом месте, и оно нам очень-очень нравится. И во-вторых, мы сегодня не будем гадать, какой же стереотипчик нам проверить. Мы выбрали его сами. И сегодняшний выпуск будет самым патриотическим про нашу с вами любимую родину. Ну что ж, стереотипы о России. Балалайка, ушанка, матрешка, ну и так далее. Ушанка, вечная мерзлота, балалайка, матрешка, медведи на улицах. Все эти сказки давно из поколения в поколение передаются жителями других государств. Почему так? Однозначно сказать нельзя. Лично я думаю, что многие торговцы просто желают немного заработать на колорите собственной страны. Ну вот, например, если вы прилетите в Австралию, то наверняка вам будут продавать сувенирчики с изображением кенгуру. В Таиланде вам тут же предложат бусы из ракушек и всяких экзотических растений. Ну а в Японии вы наверняка будете искать крутой самурайский меч. Колорит? А у нас тоже свой колорит. Ну, матрешки, ушанки, балалайки, валенки и прочим, сами знаете. И все эти символы России каким-то причудливым образом формируют образ типичного русского человека. Ну и ладно. Многие считают матрешку исконно русской. Но на самом деле это не совсем так. Легенда гласит, прообраз этой куклы был привезен из Японии. Считается, что это была фигурка, изображающая японского то ли мудреца, то ли башка по имени Фукурума. Как и в нынешней матрешке, фигурок Фукурумы было много и прятались они одна в другой. В Россию, а именно в московскую игрушечную мастерскую, матрешка была привезена в 90-х годах 19 века. Именно там был изготовлен российский вариант. Матрешка представляла собой детскую группу. Восемь кукол изображали детей разных возрастов, от самой старшей девушки до завернутого в пеленки младенца. Но откуда взялось это имя? Матрешка. Одни историки утверждают, что оно произошло от любимого и распространенного на Руси имени Маша, Маня. Другие, что название это ведет в происхождение от женского имени Матрена, которое в те времена было широко распространено. Версий происхождения и появления матрешки множество, и каждая претендует на истину. Но так или иначе, сегодня матрешка была, есть и остается одним из символов русской культуры. Да пусть думают, что хотят. Вот я думаю, русский медведь звучит гордо, русская матрешка выглядит красиво, а звук русской балалайки русский человек узнает везде. А вот интересно, знают ли гости заморские о России матушке хоть что-нибудь, окромя матрешки до жидкого горючего? А сейчас узнаем. Так, по мнению иностранцев, должен выглядеть настоящий русский. Мы находимся в Курском государственном медицинском университете. Существует ли стереотип о России? Сейчас мы это узнаем. Не успели мы войти в Курский государственный медицинский университет, как нам тут же на глаза попались иностранные студенты. Какая удача! Давайте с ними знакомиться. Привет, парни, как зовут, откуда? Привет. Меня зовут Гулам Хаса, я из Индии. Меня зовут Лукман из Трикминстана. Ну это наш парень русский. Меня зовут Хейшан, я из Шри-Ланка. Ребят, скажите, пожалуйста, что вы знали о России перед тем, как сюда приехать? Ну, как раньше приехали здесь, я ничего вообще не узнали, ничего. Не сказали, как это очень холодно, как самая холодная страна. И потом культура тоже очень хорошая. Ну что, нормальная культура, понравилась? Ну, конечно, очень хорошая, очень красивая. Красивая. Этому парню, наверное, нравятся русские народные костюмы, насколько я понял. Отлично. Все, мы продолжаем. Ну, что ты знал о России? Когда я первый раз приходил в Россию, ну, дружище просто сказали мне, девушка красивая. А еще, я вообще нравится одной науке. Имя называется Иван Петрович Павлова. Ну, вообще, он открыл многое вообще. И второй Путин. Я из Индии вообще, у нас международная дружба. Ну, а Путина любит у вас на родине? Да, точно любит. Этот парень много знает о России и сам нас чем-нибудь научит сейчас. Некоторые люди говорили, что не любят там иностранцев. Это все обман, бред. Мне нравится. Иностранцы думают, что в России все ходят с балалайками, в ушанках, с матрешкой в кармане. Скажите, так ли это или нет? Ну, да, как ищетат. Ну, да. Ничего я не знаю. Он слишком долго в России. Ну, и правильно, правильно. Что я могу сказать? Нет такого. Ну, а теперь маленький тест для иностранных студентов кукурского меда. Они сказали, что давно живут в России и все о России знают. Сейчас мы проверим. Парни, как называется вот эта штуковина? Ну, я не знаю точно. Не знаю. Балалайка? Конечно, это балалайка. Так, отлично. Ну, попробуй сыграть. Держи. Это как гитара, только три струны. За моей спиной стоят еще несколько студентов из других стран, судя по всему. И сейчас я им задам несколько вопросов. Привет, парни. Как зовут, откуда? Рафаэль из Бразилии. Норман из Мексики. Антонио из экваторальной фигней. Оли из Нигерии. Я хочу вас спросить о стереотипах про русских. Есть ли в вашей стране стереотипы и вообще, что там думают о России? Ну, в связи том, что очень холодно, хмурно, зли люди. Балалайка как раз, да. И пеет «Калинка-малинка». О, этот парень в курсе музыкального творчества. Молодец. Клинические условия все говорят, да. Холодно. И все время снег. Ну, я вижу здесь, что, ну, как в любом месте, да. И холодно, и жарко. Как эти девчонки русские? Говорят, что красиво. Но так дома все говорили. Ну, и тоже так я вижу. Нашел свиньес? Проверял, да. Разбойник. Скажи, пожалуйста, в Нигерии знают что-нибудь о России? Знают, что есть такая страна? Да, да, да. Мы знаем. Я помню до поступления в Россию. Папа меня спросил, если я уверен, что я хочу сюда приехать, потому что здесь слишком холодно. Да, и говорят, что у вас здесь одна из самых красивых девушек в мире. И он мне посоветовал, конечно, мой сын, будь осторожным. Вот что у меня в руках? Как называется эта вещь? Матрешка. Да, матрешка. Да, матрешка. Слушал, что это матрешка. Вы знаете, что с ней делать? А как в ней играет? Покажи. Ну, раскрывает, и там будут разные. Поменьше другие. Напомни, пожалуйста, откуда? Из Бразилии. Из Бразилии? Он говорит по-русски лучше, чем я. Ребята, как называется шляпа, которая находится у меня на голове? Шляпа. А вот эти парни русские, молодцы. Правда ли, что первым делом, приезжая в Россию, иностранцы закупают сувениры и начинают с ними фотографироваться? Вы это делали? Да, правда, сделали. Да? Да, 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 правда. Ну, значит, и мы это сделаем. Итак, стереотип о России. Балалайка, ушанка, матрешка. Дорогие друзья, вы все видели своими глазами. Этот стереотип все-таки существует. И мы его не опровергли, мы его подтвердили. Ну что ж, так тому и быть. Хотя некоторые из опрошенных иностранных студентов и не узнали нашу матрешку и ушанку, в общем и целом, классические стереотипы о России до сих пор живы. Но это там. А тут они уже давно свои ребята. И язык русский знают, ну, хорошо. И давно убедились, что летом у нас жарко, осенью сыро, а зимой холодно. Все как у людей. И девушки, по мнению иностранцев, у нас самые красивые. Но насчет девушек вы, ребята, это. Внимание, не заостряйте. Гранит науки прежде всего. И в завершении нашей сегодняшней передачи маленький творческий подарок для всех жителей нашей необъятной Родины. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Науснал, что у меня Есть огромная семья И тропинка, и лесок В поле каждый колосок Речка, небо голубое Это все мое родное Это родина моя Всех люблю на свете я! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова